Трудные места в Писании И вопрос, который наш зритель задает, про 19 стих, является ли это проявлением противоречия между наукой и религией? Чем мудрее мир, тем он дальше от Бога? Вопрос, конечно, не очень простой, потому что легче всего сказать «да» или «нет», но я не готов ни к тому, ни к другому. Почему? Потому что сказать «да» – это про противоречия между наукой и религией, а мне не позволяет тот факт, что науки в современном понимании слова в первом веке нашей эры не было. То есть научный метод еще не родился как таковой. Были представления об окружающем мире, зачастую фантастические, мифологические, были некоторые научные дисциплины, но не была система науки. Да, была, конечно, геометрия, например, да, или филология была, но не была некоторой системы научного знания. Сказать «да» не получается. Сказать «нет» не получается. Почему? Потому что в каком-то смысле, конечно, любая мудрость, она ставит себя в определенные отношения с этим миром, с этим Богом, и сказать, что если этого не было в первом веке, то это вообще ни при чем здесь. Ну, тогда большинство современных вещей ни при чем к Новому Завету, да. Но давайте попробуем понять, что здесь сказано, что такое София ту косму, то есть мудрость мира, причем этого мира, да. Миры бывают разные. Мы живем в некотором мире, в котором есть своя мудрость. София – это не просто знание, это не просто эрудиция, не просто набор компетенций или некоторый, знаете ли, такой, ну, уровень интеллигентности, там, еще чего-то, да. София – это важнейшее понятие греческой философии, кстати, будет довольно широко оно использоваться во всяких парах христианских движениях. Вот гностики, которые уже, в общем, зарождаются примерно в это же время, хотя полностью они в последующие десятилетия раскроются, они воспринимают Софию как некоторую особую сущность, которая вступает с Творцом в некоторые особые отношения. Я не буду об этом рассказывать, это интересно, это отдельно очень большая тема. И это, конечно, не высокий уровень сообразительности или эрудированности. Нет, это некая отдельная сущность, которой нужно, соответственно, вздавать почести, а может быть, даже у кого-то из гностиков и поклоняться. Я напомню, что в христианстве понятие мудрости, оно довольно значимое. Как назывались центральные храмы Константинополя, до сих пор стоит Киев, до сих пор стоит Новгород, до сих пор стоит храм Святой Софии. Ну, понятно, что Киев и Новгород подражают Константинополю, столице Византийской империи. Почему Святая София, почему не Пресвятой Троица, не Господа нашего Иисуса Христа, не Воскресение Христово? Да, казалось бы, это главные события и сущности в христианском миропонимании. А София это что такое? Ну, а в каком-то смысле София это некая посредница между Богом и людьми. Вот в книге притчи Соломоновых, восьмой главе, очень хорошо говорится о премудрости Божьей. И иногда говорят, что София это другое имя для второй апостаси Троицы, для Христа. В христианской экзегетике, конечно, это все вполне хорошо выстраивается. То есть, храм Святой Софии это храм, посвященный Христу. Но почему София, когда можно было напрямую сказать, да, храм Воскресения Господня, например. И отлично. Ну, наверное, потому что София это все-таки что-то такое, что возникает между, между Богом и людьми. Вот некое действие Бога в этом мире, некоторые приближения людей к этому Богу. И храм прекрасное место, где вот это должно происходить, да. Но есть и София этого мира. То, что происходит между этим миром и человеком. То, что позволяет этому человеку в этом мире чувствовать себя на своем месте. И, ну, это не обязательно, знаете, такая вот наглость, наглость второе счастье. Или там умение устроиться в жизни, да, чтобы вот все к тебе хорошо относились, чтобы денег было много, друзья влиятельные и так далее. Нет, это может быть для греческого философа, это величайшая вещь, которой может сподобиться человек София, премудрость. Это может быть что-то такое, что вот дано отдельным величайшим мудрецам, отдельным праведникам, отдельным каким-то замечательным людям. Но к этому миру относятся. Это не обязательно наука. Это может быть, если переводить на современный язык, искусство. Это может быть какая-то вот интеллигентность, в конце концов, да. То есть возможность общаться с другими людьми, привлекая их на свою сторону и оставаясь при этом вот ненавязчивым каким-то совестливым человеком. И отстаивать какие-то важные для себя идеалы. Вот это все София. Но если она всего лишь в этом мире, то пред Богом она безумие. Значит ли это, что она плоха? Нет. Но это значит, что другая система отсчета. И вот это невероятно важно для Павла. Что по сравнению с Богом, по сравнению со Христом, все остальное мусор. В том числе и самая прекрасная вещь этого мира, София. Но называть ее наукой, мне кажется, несколько сужать значение этого слова. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...